Убытки «Газпрома» за полгода выросли почти вдвое. Такой спад российской газовой монополии в основном обусловлен сокращением поставок газа в Европу, говорят аналитики. В 2023 году «Газпром» сократил поставки природного газа в Европу более чем в половину, до 28 миллиардов кубометров. Больше о том, как европейские санкции влияют на газовую отрасль России, расскажут наши коллеги. Чистый убыток газового монополиста России «Газпрома» в первом полугодии 2024 года составил более 480 миллиардов рублей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на отчетность компании. Вся западноевропейская структура «Газпрома», вот эти все трубы протянутые, они стали глубоко убыточными. Вот сейчас у них есть всего два варианта, как развиваться. Первый вариант – это строить газохимические комплексы и развивать те, которые у них есть комплексы. И второй вариант – это газифицировать села и города России. И первое, и второе требуют огромных денежных вложений. Поэтому вот этот транзит через Украину, хотя бы в тех объемах, которые был, для «Газпрома» жизненно важен. По мнению экспертов, главные причины рекордного убытка российского газового монополиста – резкое сокращение на 56% по сравнению с 2022 годом поставок газа в страны Евросоюза из-за вторжения России в Украину. И увеличение финансовой нагрузки на компанию из-за дополнительного повышения налога на добычу полезных ископаемых. Уменьшение поставок по трубопроводам Россия хочет компенсировать жиженым газом морским путем. В 2023 году Россия экспортировала 33 миллиона тонн СПГ. К 2027 федерация планирует увеличить поставки до 56 миллионов. Но это вряд ли удастся, поскольку в ноябре 2023 года США ввели ограничения для ряда компаний и судов, причастных к российским СПГ-проектам. «Газпрома» сейчас поддержка идет только за счет потребителей, которым уже начинают поднимать цены за коммунальные услуги, за теплую воду и так далее, и тому подобное. А это социальный бунт. И понятно, почему стало дорого. Потому что нет уже компенсаторных механизмов, когда ты продавал за рубеж что-то дорого, а за счет этого дешево своим вассалам и своим рабам, ну рабам внутри страны, вассалам в Венгрии или Австрии дешево спускал этот газ. В 14-м санкционном пакете Евросоюз запретил использовать объекты ЕС для перевалки российского СПГ в третьи страны. Аналитики утверждают, что это не сможет нанести сокрушительный удар по отрасли, но значительно снизит доходы, которые Россия получает от продажи и транспортировки СПГ. Это охватывает как перевалку с судна на судно, так и перевозку на берег, а также операции по перегрузке и не влияет на импорт, а лишь на реэкспорт в третьи страны через ЕС. Европейская комиссия будет контролировать выполнение этого решения и может предложить смягчающие меры в случае необходимости. Кроме того, ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как Arctic LNG-2 и Murmansk LNG. Вводятся ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе природного газа. Из сообщения на сайте Совета Европейского Союза. Министры финансов восьми стран Евросоюза заявили, что западные санкции ударили по военной машине Кремля. Колонку подписали министры финансов и экономики Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши. В частности, необходимо усилить контроль над соблюдением верхнего предела цены на российскую сырую нефть, поскольку всё ещё продолжается торговля сверх верхнего предела в 60 долларов за баррель. Также важно ввести зеркальные санкции против Белоруссии и усилить давление на других главных пособников обхода санкций в Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Из статьи издания The Guardian. После вытеснения с европейского рынка Москва возлагала большие надежды на Китай. КНР импортирует около 23 миллиардов кубометров газа ежегодно. Но это лишь девятая часть довоенного российского экспорта в Европу. Кремль активно ведёт переговоры по увеличению поставок, но Пекин не заинтересован выделять слишком большую долю своего рынка России. Также КНР настаивает на снижение цены, несмотря на то, что она уже и так на треть ниже европейской. Кроме этого, Россия наращивает газовое сотрудничество с Ираном для дальнейшего экспорта в Индию и Пакистан. Но эксперты утверждают, что большой выгоды от этого Кремль не получит. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.